Добрый вечер, друзья. Меня зовут Георгий Вербицкий. Это программа «Бизнес-класс на Финам.ФМ». Сегодня, как и всегда, как и обычно, будем обсуждать бизнес, обсуждать те идеи, которые возникают в головах предпринимателей по всей России и говорить о том, как лучше сделать бизнес, есть ли смысл его делать и в каких направлениях, какие направления самые перспективные для создания бизнеса в нашем 21 веке. Итак, сегодняшняя тема – это геосоциальные сервисы. Такая довольно новая, модная штука. Сегодня мне будут помогать эксперты. В студии Александр Доржиев, сооснователь геосоциального сервиса «Альтер Гео». Добрый день. Добрый вечер, Александр. И Артем Логинов, руководитель мобильных Яндекс.Карт. Здравствуйте. Предлагаю немножко сказать пару слов про гостей. Во-первых, «Альтер Гео». Давайте начнем с «Альтер Гео». Это российский, я так понимаю, сервис. Александр, вы сооснователь. То есть вы частично владеете этим бизнесом, наверное, стояли у истоков. Да, в 2008 году мы начали эту компанию. И я был один из основателей этой компании. Это как бы некая социальная сеть с элементами геопозиционирования. Правильно я понимаю? «Альтер Гео» – это многонаправленная компания. И на самом старте, это технологическая компания, мы сделали систему определения местоположения по радиосигналам, по Wi-Fi сетям, по GSM сетям. Впоследствии там WiMAX добавили. И второе направление – это вот социальные приложения, такие уже сервисы конкретные, пользовательские. Какие там, может быть, пару цифр, сколько у вас людей зарегистрировано? По технологическому направлению сначала похвастаюсь. У нас каждый день происходит около 40 миллионов определений. У нас там в базе данных почти 150 миллионов точек. Такая живая, огромная технология. По социальной сети у нас в месяц чуть меньше 100 тысяч активных юзеров, а зарегистрированы около миллиона пользователей. Хорошо, наверное, тогда стоит некую сноску сделать, а что же такое геосоциальные сервисы? Вдруг у нас есть люди, которые не знают, что это такое. Значит, у нас, как известно, развит интернет сейчас и социальные сети. Facebook провел IPO, правда, не очень удачно, но тем не менее. Оценили его все-таки высоко. И, кроме того, у нас теперь все ходят с смартфонами, с телефонами, на которых еще какие-то программы существуют. И они еще, кроме этого, всего позволяют понять, где же вы находитесь. То есть большой брат за нами смотрит, теперь каждый человек, в общем-то, может, нажав специальную кнопочку, определить, где же он находится на планете. Встать с утра и понять, что вот он я, нахожусь здесь, в таком-то городе, в такой-то квартире, ну, наверное, в таком-то доме. До квартиры у нас, к сожалению, еще пока невозможно определить. Ну и, соответственно, вот эти две технологии, они как-то сплелись и дали такую вещь, как геосоциальные сервисы. По сути, геосоциальным сервисом можно назвать любой сервис, которым пользуются люди, наверное, к взаимной выгоде, предоставляя друг другу какую-то информацию. И эта информация так или иначе связана с географией, с местоположением пользователя, с местоположением других объектов. Вот такое расплывчатое немножко, но определение. То есть накладываем электронную карту на координаты, которые дают GPS или GLONASS. Ну да. И, пожалуйста, мы получаем уже кучу возможностей. Окей, Артем Логинов, руководитель мобильных Яндекс.Карт. Вот, собственно, карты, они и используются для того, чтобы определить, где же вы находитесь на местности. Артем, пару слов про Яндекс.Карты. Вот я смотрю, у меня здесь информация, что у вас 16,5 миллионов пользователей в России. Правильно это или нет? 16,5 миллионов – это, мне кажется, у карт в целом вообще, потому что карты у Яндекса есть… Аудитория Яндекс.Карт, да. Да, это карты есть, они в браузере непосредственно, то есть вы можете зайти на Maps Яндекс.Ру и посмотреть карту России, Украины и других стран. Есть карты в телефоне. Вот, мы недавно публиковали данные, я, к сожалению, совсем точных цифр не помню по аудитории в месяц. В месяц, по-моему, у нас, боюсь соврать, но где-то под 5 миллионов пользователей используют карты на мобильном телефоне. Это каждый месяц. В принципе, аудитория суммарная, кто там совсем редко пользуется, она, наверное, еще намного-намного больше. То есть есть обычные карты, есть мобильные карты, два разных подразделения, вы занимаетесь мобильными. Совершенно верно. Вы зарабатывающее подразделение или нет? Вот, например, Александр, он явно хочет сделать деньги, наверное, он вряд ли бы основал бы этот сервис, правильно? А вот у вас зарабатывает ли это ваше подразделение или все-таки это как бы дополнение к каким-то другим возможностям Яндекса? И так, и так. Яндекс, поскольку большая компания, она может себе позволить делать сервисы ради аудитории, а не ради зарабатывания денег. И, в общем-то, многие сервисы действительно так и делаются. То есть они заранее делаются не для того, чтобы на них заработать деньги, а для того, чтобы заработать аудиторию. Деньги компания Яндекс заработает в контекстной рекламе. Это известно, понятно. И многие сервисы делаются для того, чтобы люди либо получали какой-то удобный сервис, то есть им самим было бы удобно, приятно пользоваться тем или иным сервисом Яндекса, они бы приходили на портал в целом, начинали пользоваться и другими сервисами Яндекса, не только вот этим одним, который им понравился. Возможно, они таким образом дойдут до поиска, увидят там контекстную рекламу и нажмут на нее и принесут Яндексу какой-то доход. Ну, не сами в смысле заплатят, а от рекламодателей. Ну, понятно. Я имею в виду, что карты вы никому не продаете, только покупаете. Ну да. Все, понял. У нас есть там, конечно, некая рекламная модель в картах, геоконтекстная реклама. Вот. Она определенный доход приносит, но активно мы ее не развиваем. Ну, какие-то определенные усилия вкладываются, но это как бы пока не суперогромный кусок. Хорошо. Предлагаю немного поговорить о новостях, что у нас вообще в геосоциальном мире и вообще в интернет-мире случилось за последние, я не знаю, дни или недели, поскольку, в общем-то, таких горячих новостей, может быть, на сегодня и нету. Ну, из того, что я могу, из того, о чем мы говорили до программы, что это выход новая, новая операционная система мобильная от Apple, да, который повлечет определенные изменения. Это браузер Яндекса, PayPal, который к нам идет. Вот как раз что из этого, наверное, самое горячее? Наверное, самое горячее и самое интересное это PayPal, да, потому что все остальное уже и так обсуждалось. PayPal сложно назвать очень горячим, потому что он очень давно идет, то есть он важный, но он идет, идет, идет и все никак не придет. То есть есть какая-то надежда, что в 2013 году уже наконец... Пошел какой-то слух, да? Да, ну, в апреле они объявили о том, что они организуют там какую-то некоммерческую банковскую организацию и, собственно, уже заработают полноценно на российском рынке, то есть будет возможность вывода средств, то есть наши мерчанты российские смогут продавать свои услуги за PayPal. Давайте поясним. PayPal – это электронная система приема платежей, то есть вы можете, зайдя в интернет на какой-то сайт, сделать какую-то покупку, используя, скажем, кредитную карточку через PayPal. То есть это некий посредник, который берет ваши деньги и отдает их каким-то сервисам. А, собственно, важность PayPal, она заключается в том, что на российском рынке, как и на всех остальных, в общем-то, рынках, очень сильно и, наверное, в интернете сильнее всего растет e-commerce. И отсутствие на российском рынке PayPal, по сути, тормозит электронный бизнес. Оно не тормозит электронный бизнес, оно его видоизменяет по сравнению со штатовским, с европейским, потому что на наш рынок не приходят американские монстры вроде Амазона, которые, да, конечно… Нужны ли они нам? Но, наверное, конкуренция – это полезно. Для российского бизнеса насколько они нужны? Может, мы сначала сами разобьемся? Я думаю, что это более полезно для российского потребителя, чем для российского бизнеса. Российскому бизнесу – это конкуренция, а потребителю – это чистое благо. Да, мне тоже так кажется. Ну и, естественно, наряду с обычным e-commerce, очень растущий рынок, огромный там рост, мобильная коммерция. То есть у нас пока что в стране по сравнению со штатами в разы меньше именно мобильных покупок. И это, в частности, связано с низким уровнем мобильных платежных систем. То есть бизнес в интернете зависит от развития, проникновения платежных систем, ну и, кроме того, естественно, от желания людей платить, не знаю, карточками или как-то… Безусловно. В том числе и от распространения тех же карт платежных, Visa, MasterCard и так далее. Хорошо. И вот Артем рассказал нам буквально 10 минут назад по поводу системы Square, программы Square, которая заключила партнерство со Starbucks. Правильно, Артем? Да, это отличный стартап. Он мне очень даже лично самому нравится. Насколько я понимаю, совсем недавно Starbucks не то что заключил с ними партнерство, а даже вложился, купив часть этой компании, компанией Square. И они пообещали, что чуть ли не до конца этого года во всех Starbucks, включая и все российские, появится возможность оплатить при помощи этого стартапа Square. Он заключается в том, что тем или иным способом в этой программе Square можно положить себе на свой личный счет определенное количество денег, ну там небольшое. Причем они отличаются тем, что не только можно привязать каким-то образом карточку свою или внести деньги через терминал или еще что-нибудь, они поставляют чуть ли не бесплатно или можно за небольшие деньги купить такое специальное устройство, оно втыкается в телефон, в штекер для наушников. И фактически это твой собственный считыватель пластиковых карт. Ты проводишь через это маленькое устройство карточку кредитную, и деньги попадают в твой телефон моментально, в эту программу Square. Таким образом ты можешь себе на счет занести условные 500 рублей или 1000 рублей, и дальше можешь не носить с собой денег вообще. Ты заходишь в Starbucks, при помощи этой программы Square тебя познают, что вот это зашел такой-то человек, Артем Логинов, в Starbucks, там даже запоминается, какой кофе ты предпочитаешь. Ты просто подходишь к Борису, ни денег, ни карточки, ничего не достаешь, у тебя телефон в кармане просто включен. Ты говоришь, мне как обычно. Борис-то на своем терминале видит, что ты пьешь такой-то кофе, это вот ты, у тебя там есть деньги на счету, нажимает кнопочку, снимает там нужную сумму денег с твоего счета и дает тебе кофе, какой ты любишь. Если у тебя денег на телефоне вообще нет, ну, можно даже сказать, запишите на мой счет, а потом пополняй счет. То есть мечта о том, что все у нас будет через телефон, и оплата через телефон, она уже потихонечку осуществляется. Довольно интересная тема, просто, я думаю, горячая. Продолжим после новостей. Ну что ж, еще раз здравствуйте. В этот прекрасный московский вечер мы общаемся по поводу геосоциальных сервисов с Александром Доржиевым, сооснователем геосоциального сервиса Альтер Гео и Артемом Логиновым, руководителем мобильных Яндекс.Карт. Итак, геосоциальные сервисы. Суть, в общем-то, простая. У нас есть некие интернет-программы и некая привязка через GPS или GLONASS, кому как более интересно, к вашему местоположению. Отсюда возникает куча разных возможностей. То есть вы можете посмотреть, кто еще из друзей, например, находится в этом месте, что писали про это место другие люди, какие места есть рядом и так далее. То есть, в принципе, очень такой, ну, на мой взгляд, понятный рынок, интересный, потому что у нас все больше и больше людей используют устройства уже со встроенным GPS-ом. То есть если раньше компьютеры были, в них по умолчанию не было модуль GPS, то сейчас смартфоны, айпады, я не знаю, планшетники различные, все что угодно. То есть если докапываться до истины, наверное, вот что нужно для того, чтобы использовать эти сервисы. Во-первых, устройства, во-вторых, карты какие-то, которые у нас вот Артем как раз представляет. Вообще геолокационные сервисы не обязательно предполагают карты. Это одна из составляющих геолокационных сервисов. Как же понять, а что же вокруг? Для того, чтобы знать, что вокруг, совершенно не обязательно знать это на карте. Эту информацию можно точно так же представить списком. И если там какая-то географическая составляющая очень важна, можно сказать, что это находится в 50 метрах, в 200 метрах. Более того... То есть карта это просто как один из вариантов использования? Да, карта это просто один из способов представления информации. И зачастую представление информации списком намного удобнее. На самом деле карты самое очевидное использование. То есть очень много людей пользуются и навигацией, и какими-то картами, для того, чтобы понять, где они находятся. Я думаю, среди наших радиослушателей такие люди есть. И они, кстати говоря, могут звониться нам по телефону прямого эфира. 495 – это код города. 6510-996. И либо задать вопрос, либо что-то прокомментировать или задать направление беседы. То же самое можно сделать через сайт. Интерактивно у нас с нами можно общаться через сайт finam.fm. Вот. Продолжаем разговаривать. Соответственно, у нас есть устройство, у нас есть какое-то приложение. Соответственно, мы можем... Во-первых, наше местоположение становится известно этому приложению. То есть мы ему разрешаем это. И дальше это приложение уже нам что-то делает. Что-то советует, может быть, какой-то сервис нам оказывает. Ну, да. Во-первых, я бы хотел немножечко поправку внести, немножечко, чтобы основы были. Для того, чтобы знать местоположение, совершенно не обязательно, чтобы был GLONASS или GPS. Это спутниковые технологии позиционирования. Можно определять местоположение по данным о радиосигналах, которые есть вокруг человека. Человек где-то находится, он подсоединен к какой-то GSM-вышке, какие-то там еще 2-3 он видит. Также точно его устройство видит несколько там Wi-Fi-точек. То есть достаточно просто мобильного телефона, не обязательно смотрим GPS. GPS может быть отключен, его может не быть просто. А дальше мы начали говорить в некотором роде о классификации, о том, какими, собственно, бывают сервисы. Я как человек достаточно глубоко погруженный в эти сервисы. У меня она обширная. То есть там все начинается с того, что это могут быть карты или навигаторы, автомобильные или неавтомобильные. Это могут быть справочники там, где карта не всегда нужна. Это может быть справочник организации, справочник ресторанов и так далее. Сейчас очень популярны лайв-стриминговые приложения. Это все возможные. И Инстаграм, например. Когда человек там отмечается, где-нибудь фотографирует, говорит то, что он делает. То же самое является одной из составляющих классических социальных сетей. Везде, практически во всех соцсетях уже можно там отметить свое местоположение. Что вот классически нужно обычному человеку, у которого есть смартфон, допустим, или iPad? Я думаю, что самая распространенная разновидность географических приложений это все-таки карты и справочники. То есть, ну с картами как бы более-менее все понятно, справочники... Ну когда человеку нужно что-то найти, там какой-то ресторан или что-то еще. То есть вот еду я по этой улице, захотел съесть бутерброд. Да, захотел съесть что-то, да. Где здесь бутерброд? При этом сейчас справочники, ну вот эти вот вещи со справочным функционалом, они очень сильно развиваются и трансформируются по сути в рекомендательные системы с достаточно сложными алгоритмами. И это тоже там одно из направлений нашей деятельности. То есть на основании того, какие бутерброды я заказывал, мне говорят, что вот эта бутербродная мне подходит идеально, да, вот типа того. Более того, не только на основании того, что вы заказывали, а где бывали и что заказывали люди, которые ведут себя похоже на вас. Это то, что называется коллаборативная фильтрация. Человек, похожий на генерального прокурора. Понятно. Да, интересно. Ну что ж, аудитория сервисов. Вот сейчас, как вы оцениваете эту аудиторию? В России, в мире вообще, сколько это людей? Ну, если говорить о самых распространенных геосервисах, да, я вот говорю о картах и справочниках, это огромная аудитория. То есть если посчитать, у нас в России, ну сколько пользователей смартфонов? Процентов 35, наверное, от общего количества телефонов. То есть это десятки миллионов пользователей, скажем, там, не знаю, 30 миллионов пользователей, 40 миллионов человек. То есть каждый третий телефон в России это смартфон? Это статистика, да? Я думаю, что да. Я думаю, что уже да. Статистика немножко не такая. По статистике у нас там на середину 2012 года было 25% смартфонов из общей доли телефонов. По России, да, именно? Да, но только у нас телефонов 162% по отношению к количеству населения. Ну, потому что у некоторых несколько телефонов. Да, то есть я думаю, что адекватная доля смартфонов где-то процентов 35. Артем, как вы считаете? Похожи на правду? Возможно, по продажам, те смартфоны, которые проданы, похожи на правду. Нужно только понимать, что один человек мог купить несколько смартфонов, но он часто их меняет, старые он выбросил, то есть, соответственно, реально трубок намного меньше. А самое главное, что для нас очень печально, подключений намного меньше. То есть я бы оценил тех смартфонов, которые хорошие, с хорошими там процессорами, техническими характеристиками, и они подключены к интернету у пользователей, и он активно пользуется интернетом, ну, то есть, чтобы все эти приложения, там, геосоциальные, гео использовать, нужен же интернет. Я думаю, что от 5 до 10% пока. И то большинство сосредоточено, там, процентов под 70-80%. Пользователей смартфонов, да? Я думаю, Артем, ты говоришь об активных пользователях карт, потому что вот статистика про 25% это не статистика продаж, это статистика именно сабскрипшенов у операторов. Ну, то есть я бы сказал, что просто не 50-60 миллионов штырит интернет-сервис со смартфона, и я боюсь, что там с трудом десяток миллионов-то наберется пользователей по всей России, и то большинство в Москве, процентов 80. Да, среди владельцев смартфонов, просто далеко не все используют интернет, там 60-70%. Есть интересная статистика по поводу американского использования, использования в Америке, использования смартфонами, то есть американскими пользователями смартфонов, использования геолокационной информации в режиме реального времени. Ну, вот говорится, что три четверти взрослых американцев, владеющих смартфонами, используют свои устройства для получения той или иной геолокационной информации в режиме реального времени. Да, это вы гугловский отчет даже читаете, да? Ну, да, открытые источники. Вот похоже ли это на правду, и, видимо, мы тоже к тому идем, да, то есть в России... Это похоже на правду, там просто вопрос формулирован так, что за последний месяц вы хотя бы раз искали что-нибудь географическое с помощью своего смартфона? Да, конечно, искал. Конечно, все что-то используют. Есть люди, например, четверть, которые вообще не используют ничего, то есть, я не знаю, вот здесь указывается, что это люди определенного склада характера, которые, в принципе, вот носят дорогой телефон, смартфон, но вообще не пользуются им. Вот, может быть, для... У нас таких, наверное, больше четверти. У нас таких, наверное, ближе к третьей в России. Люди, может быть, старшего поколения, которые не привыкли пользоваться какими-то вот такими вещами, то есть для них телефон — это вот просто телефон. Да, но поколение сменяется, доля непользователей приложений, она, в общем, уменьшается. То есть все это будет дальше расти, а вот какими темпами? У вас есть какие-то исследования, но поскольку ваш бизнес, в общем-то, зависит практически напрямую от этого? Я думаю, что мы с вами примерно одну и ту же статистику смотрели. Количество смартфонов, ну там, через год будет еще плюс 20-30%, судя по всему. То есть растет... То есть с двухзначными темпами? Если мы говорим вот сейчас, да, там около 30% у нас доля смартфонов среди тех людей, которые пользуются, которые подключены к операторам, а текущие продажи по смартфонам — это примерно половина. То есть сейчас смартфонов продается почти столько же, сколько классических телефонов? Да, мне кажется, нам будет тяжелее, чем американцам, потому что там, когда, ну, во-первых, другой менталитет, другая погруженность в гаджеты у людей, ну, просто они там привыкли, что у них всегда был какой-нибудь телефон, компьютер и так далее. Ну, то есть у них смартфонов больше, подключений больше, там смартфоны сразу продаются с подключением, то есть у них вызывает недоумение, когда я им рассказываю, что ты можешь в какой-то стране купить отдельно телефон, потом отдельно пойти к оператору, купить там сим-карту, вставить ее и так далее. То есть большинство продаж там сразу, это называется у них connected device, то есть ты покупаешь какой-нибудь планшет или покупаешь смартфон, но он все в интернете, и ты пошел. Поэтому у них, конечно же, аудитория интернет-сервисов намного больше, нам будет, боюсь, тяжелее, ну, во-первых, по этой причине, что у нас девайсы вообще не connected ни разу, когда они продаются по умолчанию. У нас такой конструктор купил девайс, купил, значит, контракт какой-то заключил, выбрал оператора, ну, здесь есть депутаты свои, в принципе. Да, еще расспросил кого-то про тарифные планы безлиминтного интернета, догадался заплатить, подключить, не забываешь оплачивать раз в месяц абонентскую плату или за трафик платишь, тогда экономишь, вообще ничем не пользуешься. Если это, ну, короче, много препонов, плюс, по идее, объясни, там, бабушке из Сибири, из регионального города, что ей нужно пользоваться геосервисом смартфона. Ей нужно чекиниться там. Да, да, да. А мне еще понравилось. Даже карты просто, зачем ей? Она свои три улицы в своем городе знает. Мне понравилась про Америку такая цифра, очень интересная, про многозадачность людей, что 86% зрителей телевизора в это время используют смартфон. Ага, да мне кажется, тут не только зрители телевизора, а любой процесс можно взять. Ну, да, я думаю, что у нас по многозадачности в России должен быть чуть меньше показателей. Мне кажется, что у нас более сосредоточенные люди. Хотелось бы верить, на самом деле. Хотел добавить, что мы забыли еще про, очень сильно про планшеты. Боюсь, что для геосоциальных сервисов, как раз, которые вот предлагают там зачекиняться, ну, именно игровых геосоциальных, не рекомендательных, может быть большой буст произойти за счет планшетов, потому что планшеты продаются активнее, они продаются как минимум все с Wi-Fi, и их покупают для того, чтобы... Да, конечно. Очень много людей в Москве, ну, таких продвинутых пока уже, начали приходить планшетом в какое-нибудь кафе и осуществлять чек-ин, сидя в кафе, уже с этого самого планшета. Им даже телефон, в принципе, не нужен. Айпад и прочие. Айпад, да, вот там, может, айпад мини сейчас выйдет. Проблема в том, что вот эти-то девайсы продаваться будут лучше, на мой взгляд, чем смартфоны, потому что они людям понятнее. Это для них такой мини-переносной компьютерик и на диване, и в кафе. С этим понятно. Коллеги, я предлагаю перейти к эффективности, даже не эффективности бизнеса, а вот успешным примером, я не знаю, монетизации бизнеса на геосоциальных сервисах. Что у нас самое успешное? Наверное, Foursquare, да, самое известное такое приложение. По монетизации это, в общем, не факт. По монетизации не факт, но, по крайней мере, по потенциалу монетизации. Наверное, вот самое успешное такое геосоциальное приложение это Foursquare. Ну, я бы не стал так формулировать, что по потенциалу монетизации, потому что по монетизации, так же, как и у всех остальных социальных и геосоциальных сервисов, они экспериментируют и ищут, собственно, какой-то способ, как это сделать. А пути монетизации, они известны, это реклама, причем это может быть как реклама каких-то крупных брендов, показы, клики и все прочее, так и гиперлокальная реклама, то есть непосредственно уже договоренности с локальными бизнесами, которые получают какое-то приоритетное размещение, соответственно, получают живой трафик людей. Вот это вот интересно, потому что ты вроде как идешь, например, по улице, заглядываешь в телефон, и тут у тебя, тебе должны ответить на твой запрос, хочешь ты покушать, вот тебе должны дать рестораны. И вот, собственно, выборка вот этих ресторанов, она зависит от договоренностей сервиса уже там с партнерами. Ну, в общем, продолжим уже через... Александр, уже время истекает, продолжим уже после новостей. Это программа «Бизнес-класс» на Финамо ФМ. Итак, продолжаем «Бизнес-класс». Меня зовут Георгий Вербицкий. Следствие обратной связи, которое у нас есть, значит, ну, во-первых, это телефон прямого эфира 495, это код города, сам телефон 6510-996, либо сайт «Финамо ФМ». Также вы можете на сайте посмотреть прямую трансляцию, либо задать вопрос моим гостям. А гость у меня сегодня следующий. Александр Доржиев, сооснователь геосоциального сервиса «Альтер Гео», и Артем Логинов, руководитель мобильных «Яндекс.Карт». Говорим про геосоциальные сервисы, какой у них потенциал, как у бизнеса, и вообще можно ли на этом сделать бизнес. Вот по всем, что называется, прикидкам, выходит, что аудитория таких сервисов будет постоянно увеличиваться. То есть, ну, это как бы... Ну, в ближайшие несколько лет, а потом вместе с ростом населения Земли. Да, но, тем не менее, в ближайшие несколько лет расти будет все стремительно, на самом деле. И у нас есть такие известные сервисы, как Foursquare. Я думаю, что люди, которые пользуются смартфонами, вот это вот чекиниться, да, вот понятие, то есть, придя в какое-то место, делать чек-ин, говорить, что... Ну, оповещать своих друзей, там, в Фейсбуке... То же самое они делают и в «Альтер Гео», да, и в Фейсбуке, и некоторые даже в «Контакте» это делают. Там тоже есть такой функционал. Вот, то есть, количество таких людей будет расти. Потенциально это может еще привести к тому, что эти сервисы будут использоваться не только для того, чтобы просто отметиться, сказать друзьям, что вот я здесь, или прочитать какие-то отзывы друзей, а для того, чтобы, скажем, получать какую-то любую-любую информацию. Там, допустим, вы подходите к зданию, соответственно, вам хочется узнать, что это такое. Вы, допустим, за границей, в Италии смотрите какие-нибудь руины, и вы включаете ваш смартфон, и он вам показывает всю информацию про это здание, рассказывает там, допустим, какие-то вещи. То есть, потенциал очень большой. То есть, это называется как некие слои «дополненная реальность». Вот есть такое понятие. Предлагаю немножко больше об этом поговорить побольше. Вот «дополненная реальность» — такое модное слово, или что это такое? «Дополненная реальность» — это такая футуристичная такая штука. Всем кажется, что за ней что-то очень интересное стоит, что вот мы там, значит, наденем очки в какой-то момент времени и увидим, а что вокруг там, вплоть до подписей над людьми конкретными, да? Да-да-да, их история, биография. Плохие поступки, хорошие поступки, рейтинги и состояние. Ну, это пока еще далекое будущее. А в настоящем «дополненная реальность» — это такие в основном экспериментальные приложения, которые наибольшее распространение, наверное, получили как промо-приложения для каких-нибудь крупных брендов. Хочется вот какая-нибудь фирма выпендриться и сделать что-нибудь красивое. Вот он делает, допустим, приложение «дополненной реальности». Я, честно говоря, не знаю крутых примеров, там, очень утилитарных. Пока не знаю. То есть это все такое развлечение, очень посмотрел, увидел, что, ага, вот вокруг меня оно все там, много-много чего-то, какие-то штучки, какие-то значки. Но основное применение, да, рекламное. Как применительно к географии, так и есть там сейчас несколько приложений, которые позволяют, например, там навести смартфон на страницу журнала и увидеть, что по ней там машинка ездит у тебя на экране или что-нибудь еще в таком духе. Ну, спорно, полезная, как бы, полезный эффект этого спорен, но забавно, звучит забавно. Ну, рекламщики рады. Давайте, да, к коммерции перейдем. Вот Foursquare, допустим, да, ну, многие знают Foursquare, альтергео, я так понимаю, что очень похож на Foursquare, да, то есть вы, по сути, да, российский Foursquare такой. У нас есть одна общая механика, которая называется чек-ин, или мы ее называем отметкой, ну, и чек-ином тоже называем. Но, в принципе, мы понимаем, что такое чек-ин, да, это там нажать кнопку, и там твои друзья узнают, где ты находишься сейчас. Да, я здесь. В действительности, эта механика, она, это далеко не все, что можно сделать в геосоциальных сервисах, и да, мы в ней пересекаемся с Foursquare, но, в общем, в остальном сервисы так, немножечко отличающиеся. Хорошо, окей, по поводу монетизации, вот Foursquare, как мировой, можно так сказать, лидер, что он делает сейчас, как он монетизирует? Вот вы сказали, есть два пути монетизации, то есть первый путь – это реклама, а второй путь – это… И второй путь – это реклама. Единственный путь – это реклама, все. Ну, по сути, да, просто два разных вида рекламы. И там есть еще третий путь, про который я расскажу, и он, в общем, мы про него тоже немножечко знаем. Значит, первый путь – это реклама, там, допустим, крупных брендов, второй путь – это гиперлокальная реклама, когда мы договариваемся с конкретными маленькими локальными бизнесами, что довольно трудоемко, на самом деле, продать большому количеству маленьких бизнесов свои рекламные услуги. Довольно трудоемкая задача. Но вот чуть-чуть поподробнее про то, что вы договариваетесь с какими-то локальными бизнесами. О чем договариваетесь? То есть как это все выглядит? И тут я сразу вспоминаю про третий, про который я обещал рассказать, потому что у нас это такая смешанная схема. И третий вариант, на котором достаточно активно экспериментируем мы – это гиперлокальные купоны. То есть это такой гибрид всем известных купонных скидочных сервисов, когда человек за какие-то деньги может приобрести себе 50% скидку. Мы делаем другую штуку. Мы всем нашим пользователям даем возможность получить у наших партнеров, у разных ресторанов, магазинов и всего прочего, скидку в небольшом размере. Это 15, 20, 30%. Вот такую, насколько нам удается договориться. Для того, чтобы стимулировать количество партнеров, для того, чтобы оно у нас было больше, для партнеров эти услуги ничего не стоят. А пользователи получают эту скидку либо за свою активность, то есть если он приносит что-то хорошее в сервис, если он постит фотографии, пишет отзывы, то есть он является полезным пользователем сервиса. Либо, если ему не хочется 5 раз отметиться и потом получить эту скидку, если он хочет ее прямо сейчас, он может ее купить за какую-то небольшую денежку. Вот еще одна модель. Мы попробовали полтора или два года назад зарабатывать именно на партнерствах, то есть получать деньги непосредственно с партнеров. Это достаточно сложно. Да, это достаточно сложно, потому что, несмотря на то, что суммы небольшие, убедить партнеров в том, что их нужно заплатить, довольно сложно. Тем более, что их много. Поэтому мы перешли на такую более простую схему, на которую партнеры соглашаются с большим удовольствием. То есть человек приходит, ему говорят, что вот вы можете купить там какой-то типа купон, и вот этот купон вы, грубо говоря, делитесь этим купоном, то есть деньгами за этот купон вы делитесь с партнером самим. Нет, ну во-первых... То есть так же, как купонники. У нас нет такой схемы, мы не делимся деньгами с партнером. То есть партнер получает промоушен. Места, в которых есть скидки, да. Деньги за купон вы берете себе полностью. Да, абсолютно. В Москве порядка, ну не знаю, 7, наверное, тысяч ресторанов, того, чего можно назвать ресторанами. Среди этого количества у нас порядка 600 партнеров. Естественно, если человек в фильтре в нашем мобильном приложении нажимает «Я хочу увидеть места со скидками», он увидит в первую очередь эти места. Это и есть то, зачем нужно партнерство. Да, естественно. Человек, выбирая между местом со скидкой и без скидки, пойдет туда, где его, в общем, больше любят. И меньше берут денег. Хорошо. Артем, вот у вас, я знаю, на Яндекс.Картах, ну все Яндекс.Карты для чего смотрят? Для того, чтобы пробки определить, как в Москве можно ездить сегодня, или лучше не выезжать никуда. Есть такая вещь, что можно отметить ДТП, допустим. И, в принципе, это очень забавная вещь. Некоторые люди даже в пробках переписываются этими вот отметками, то есть комментируют там, смеются там, как-то обсуждают. Вот забавная штука, на мой взгляд. То есть Яндекс.Пробки стали очень популярными. И, собственно, естественно, эта популярность Яндекс.Карту. У Яндекса очень неплохие карты. Плюс к тому еще, я знаю, что у вас еще есть фотографии улиц. То есть вы как-то развиваетесь на эту тему. Что скажете про монетизацию Яндекса? Как Яндекс использует всю вот эту вот машину? Ну, тут немножко нужно развести, наверное, по разным углам. Я для себя делю сервисы на две части. Гео-сервисы и гео-социальные сервисы. Гео-сервисы — это вот когда ты едешь или идешь со смартфоном по улице, и смартфон тебе говорит, смотри, я знаю, вот здесь рядом с тобой кафе, оно работает со стальки-то до стальки-то, там такой средний счет, там называется такт и так далее. Это гео-сервис. Он про места тебе рассказывает. А когда ты идешь со смартфоном по улице, и он тебе говорит, смотри, здесь слева кафе, в нем сидит два твоих друга, это гео-социальный сервис. То есть он не только про места что-то знает, он даже может не знать так много про места, ему не важно, со скольки, до скольки оно работает. Он знает что-то про людей в этих местах, про твоих знакомых, просто каких-то похожих на тебя. Это гео-социальный. Александр рассказал про монетизацию гео-социальных, а монетизация гео-сервисов, которыми являются, например, Яндекс.Карты, у нас социальности очень мало. Только вот те переписывания в специально созданных точках единственная социальная составляющая во всех Яндекс.Картах. Артем, а инфа о пробках, она же тоже в некотором роде от людей поступает? Нельзя это назвать натяжкой социальностью? Социальность это когда ты не обезличен, а эта информация поступает обезличенным, мы не знаем от кого. Хороший критерий. Вот. А единственная социальность это вот мы добавили такую штуку, которая называется у нас внутренний разговорчик, и это люди стоят в пробках, им скучно, они хотят пообщаться, мы им будут сделали возможность поставить точку именно с чатиком, с таким, и попереписываться с соседями по пробке. Ну, потому что им негде было, они всю карту уставляли в ДТП, в которых на самом деле не о ДТП сообщали, а переписывали. Чтобы они этого не делали, мы ему специально разговорчики добавили, ну, чтобы не захламить полезную информацию. Вот. Они активно этим пользуются. Другой социальности у нас нет. Яндекс, страница социальных сервисов, когда-то давно Аркадий Волош, директор Яндекса, публично говорил, что мы не хотим, не умеем и не будем делать социальные сервисы, это вообще не наш бизнес, не наша стезя. Мы пока стараемся придерживаться этой концепции. Ну, как он, Google сделал браузер, вы сделали браузер. Ну, это не социально. Google сделал Google+. Сейчас, наверное, Яндекс скоро сделает что-то похожее. Не думаю. Мне кажется, Google сделал Google+, не для того, чтобы у него был социальный сервис, а чтобы получить побольше данных о пользователях и показать им получше ответ сервисы и побольше рекламы. Ну, потому что у Facebook вот столько данных, они сидят на огромной горе знаний о пользователе, если они раскатят свою рекламную модель, то Google со своей рекламной моделью, в общем-то, сильно проиграют Facebook. Вот, и Google+, был ответом Facebook в первую очередь. Они стремлением сделать суперпопулярный сервис и побежать в какую-то нишу, которая показалась Google привлекательной. Они так никогда не делают. Кстати говоря, вот по поводу Facebook, на самом деле, Александр, вопрос к вам. Ну, Facebook, там же уже вот появилась эта функциональность, где можно тоже чек-ин сделать уже как дополнение к тому, что было. Вот не увидите ли вы, что это некая вот такая угроза для бизнеса, все-таки Facebook такая раскрученная штука? Нет, абсолютно нет, потому что чек-ин, это вот в таком в головном виде, да, отметился я здесь, это штука, которой будет пользоваться и пользуется порядка там пяти, может быть, семи процентов активной интернет-аудитории, активной мобильной аудитории. Все остальные этим просто не очень, нет у людей остальных потребностей сказать, а вот я сейчас здесь. В то же время у всех остальных людей, у большинства людей есть потребность найти хорошее кафе. Причем хорошо бы найти кафе, в котором бывали друзья и что-то там рекомендовали, и что-то узнать об этом кафе, да? При этом сам он отмечаться не станет. У Facebook реализован функционал отметки. Ну, это примерно то же самое в рамках Facebook, как запостить фотку или запостить статус. Это такой маленький-маленький кусочек. Это никак не может быть угрозой для бизнеса, там, самостоятельных геосоциальных сервисов. То есть не боитесь пока. Понятно. Ну что ж, у нас продолжает работать телефон 495. Это код города 6510996, либо сайт Finam.fm, где вы можете поделиться своим, скажем так, фидбэком по поводу использования различных социальных сетей или Яндекс.Карт. Также и, может быть, высказать свои мысли по поводу дальнейшего развития. Меня вот еще какой момент беспокоит. Не то чтобы беспокоит, но, по крайней мере, я хотел бы об этом пару слов сказать. Вот смотрите, у нас практически сейчас каждый человек, кто владеет мобильным телефоном, а это, в принципе, у нас практически все уже с телефонами ходят. Как бы большой брат знает, где он. То есть, да, везде, где есть там GPS, даже если нет GPS, то по сотовым вышкам. То есть вот по поводу социальных сетей ходила такая история, что вот, как бы, все информации о человеке, самое лучшее средство для того, чтобы понять о человеке что-то. То есть информация для, грубо говоря, разведки. Тут еще и местоположение у тебя. То есть вот многие люди, наверное, боятся отправлять о себе какую-то информацию куда-либо вообще, в принципе. То есть вот такой момент есть. Безусловно, есть люди, которые боятся. Оснований для этого практически никаких нет, потому что неважно, боишься ты или не боишься, вся информация о тебе все равно есть у сотовых операторов, у поисковиков, у социальных сетей и чего угодно. Поэтому, ну, в общем, это такая вещь в себе. Хочешь – бойся, не хочешь – не бойся. Хорошо. А как бы каждый волен предоставлять о себе ту информацию, которую он хочет предоставлять. И социальные сети, и там профили в социальных сетях, они и до появления геосервисов с определением местоположения давали огромное количество информации, включая адреса и все прочее. Александр, предлагаю продолжить уже после новостей, но у нас еще есть остаток эфира, которым мы посвятим эффективности коммерческой, собственно, использованию сервисов, геосоциальных сервисов. Сейчас новости на Финамо.фм. В этот прекрасный вечер в Москве продолжаем бизнес-класс. Запрещительная часть, как всегда, посвящена эффективности бизнеса. Что еще мы можем обсуждать на бизнес-классе? Итак, мои гости, еще раз представлю их, Александр Доржиев, сооснователь геосоциального сервиса «Альтер Гео», и Артем Логинов, руководитель мобильных Яндекс.Карт. Говорим сегодня про геосоциальные сервисы и их как бы бизнес-потенциал, можно так сказать. Итак, ну, я знаю, что у вас, вы стартовали в 2008 году, «Альтер Гео» стартовал, Александр, и, ну, простой вопрос, вы сейчас хоть окупились с этого момента? Мы в процессе. Еще пока нет? Ну, мы как бы компания, которая настроена изначально на набор аудитории. Ну, понятно, да, то есть практически все, в общем-то, наверное, почти все интернет-статапы… В общем, деньги, но не все, что было вложено, окупилось. Интересно, что у вас были… вы стартовали вот с партнером, я так понимаю? Да, нас было четверо изначально. Так, и уже меньше, да? Сейчас двое. Ага, а что случилось? Ну, с 2008 года до 2012 года прошло уже довольно много времени, у людей появляются там разные другие интересы. А как это все было вообще? То есть вы, я знаю, привлекли инвестиции? Изначально была технологическая идея, идея Wi-Fi позиционирования, это была научная работа моего друга и партнера. И мы стали это делать, потом в процессе общения именно с различными инвесторами, венчурными фондами и другими умными людьми, нас натолкнули на такую мысль, что в чистом виде технологическая компания, это очень интересно, конечно, но, скорее всего, на этом довольно сложно зарабатывать. Поэтому было принято решение сделать еще энд-юзерский сервис, сервис для конечных пользователей, и это мобильное приложение, вот именно про географию. Это такая геосоциальная игра, справочник и все-все-все. Ну вот на самом деле, из того, что я знаю, из того, что говорили здесь мои гости, я знаю, что в интернете рекламой зарабатывают, ну, наверное, только какие-то супергиганты, гранды, большие поисковые системы, типа Google, Яндекс, либо какие-то очень популярные сайты, а для остальных реклама, ну, совсем практически ничего не приносит, и там даже, например, на каких-то специализированных сервисах, это там, может быть, 2% дохода, остальное все от каких-то вот расширенных услуг, премиальных, грубо говоря. То есть, ну, у вас, вы говорите, что это реклама. Если у сервиса есть аудитория, то на рекламе вполне можно зарабатывать. То есть, там все достаточно пропорционально. Там, конечно, если она очень маленькая, то тогда, наверное, просто не получится там агентству привлечь заказчиков и всего прочего. То есть, можете сказать какие-то цифры, вот сколько там, я не знаю, у вас примерный оборот там в год? Я нет, я не смогу вам рассказать обороты, потому что не имею права их рассказывать. Но, собственно, у нас примерно поровну источники дохода. Один рекламный и другой, собственно, купонный. Ну, купонный и купонный бизнес, это примерно понятно, да? И реклама, это просто реклама, вот где у вас реклама появляется? Мы в основном сотрудничаем с крупными брендами. Ну, например, там, не знаю, со Сбербанком, со связным, вот с такими вот вещами. Мы делали несколько рекламных проектов хороших. И стараемся делать не просто что-то простое, там, типа показ, а делаем что-то интересное пользователям. То есть, устраиваем какой-то конкурс с призами от Сбербанка, да? Понятно. Какие-то такие вещи. То есть, ну, то, что называется рекламный спецпроект. Хорошо. С этим более-менее понятно. Артем, ну, здесь эффективность бизнеса, наверное, к вам такой вопрос не совсем применим, поскольку у вас подразделение, которое встроено в общий бизнес Яндекса. Яндекс мы все знаем недавно. Ну, как недавно? Уже, наверное, давно вышли на IPO в Лондоне. То есть, можно посмотреть, какая динамика бизнеса Яндекса. Я думаю, что ваше подразделение. А вот, кстати говоря, какую долю ваше подразделение, насколько оно важно для Яндекса? Важно, потому что сейчас два флагманских продукта для Яндекса. Это поиск, это самое большое, самое ключевое, самое стратегически важное. И второе, карты во всех их ипостасях, и в браузере, и в мобильном, и так далее. Вот, поэтому карты фактически… Ну, есть и другие, конечно же, важные сервисы. Почта, маркет и так далее. Очень много других, они важны по-своему. Но вот в аудиторном плане, пожалуй, это два самых крупных, два главных флагмана и драйвера. Я могу, если хотите, высказать свое мнение насчет вообще монетизации в геосервисах, геосоциальных сервисах. Просто я здесь настроен по-другому, в отличие от Александра. Я настроен очень скептически. Я здесь в бизнес плохо верю. Мне тоже кажется, что что-то как-то вот пока как-то вот не очень. Ну, расскажите, да. Во-первых, я настроен скептически, потому что ни у кого в мире и на Западе, особенно где учатся зарабатывать первыми, но просто там более платежеспособные люди, более все развитое и так далее. Ни у кого не получилось, ни у монстров типа Apple или Google, которые покупали там за бешеные сотни миллионов долларов мобильные рекламные стартапы, пытались их внедрить, раскачегарить, не полетело. Ни какие-то стартапы, тот же Foursquare, например, не зарабатывает в мире вообще. То есть он не окупается, насколько я знаю. Ни у кого не получилось. Мобильная реклама до сих пор не летит. И что-то мне подсказывает, что в текущей ее интерпретации так, чтобы стало здорово совсем, она не полетит. Ну просто если у кого-то она бы взлетела прям совсем-совсем круто, до больших денег, мы бы увидели новый Facebook, новый Google, новый там Microsoft, но только в мобильном телефоне. Ну вот как бы Instagram пошел вверх очень-очень круто. Он же тоже не зарабатывает деньги. Ну да, он тоже не зарабатывает, он на пользователях пошел как бы вверх очень круто, но его Цукерберг вовремя остановил. Зато его купили. Да, отвали в миллиард. Ну вот самая лучшая монетизация, набери 100 миллионов пользователей и получишь миллиард людей. Есть такая шутка теперь на Западе, все измеряют в Инстаграмах. Типа, сколько стоите? Пол Инстаграма, четверть Инстаграма и так далее. Вот. Я, насколько слышал своих западных коллег, которые так или иначе вокруг гео вращаются, они все сейчас обратили внимание на пуш-уведомления. То есть они верят, что возможно у них, если так не получилось классическую рекламу в мобильный телефон засунуть, может быть получится пуш. То есть здесь смысл в чем, что сперва мы собираем про пользователя всякие сведения, то есть что он любит, куда он ходит, кто он такой и так далее. После этого мы начинаем понимать, что ему вот это вот понравится, а вот это вот не понравится, скорее всего. И аккуратненько, когда он проходит мимо какого-то заведения, магазина или объекта, который с нашей точки зрения на основе собранных данных этому человеку будет нравиться, мы ему посылаем аккуратное пуш-уведомление с какой-нибудь рекламным сообщением. Аккуратное, да. Что я имею в виду? Например, каким-то образом вы узнали, что Артем Логинов за последние несколько месяцев купил себе там, ну, три футболки, три вещи в магазине Кельвин Клейн, условно, например. И в следующий раз, когда я буду проходить мимо ботика Кельвин Клейна, мне совсем прям вот рядышком с ним вылезет пуш-уведомление. Привет, зайди, у нас на футболке скидки 30%. Даже если у меня нет денег или я не хочу сейчас покупать футболки там Кельвин Клейн, я не буду от этого раздражаться. Я не буду воспринимать это сообщение как спам и не буду кричать, какого черта вы мне это здесь показываете. Поскольку это Кельвин Клейн, который мне нравится, вот он прислал мне какую-то специальную информацию интересную. Ну да, то же самое с кафе, типа мы знаем, ты бываешь в таком-то вот кафе, там, мимо него ты проходишь, а у нас новое летнее меню. Или для тебя скидка, или там за тот же самый чек-ин, например, в Альтергео или Форскуэр зайди, и мы тебе суп бесплатно нальем, там, например. Ну, разные такие вот вещи, то есть пуш-реклама. Здесь очень трудно собрать именно вот этот вот граф знания пользователя аккуратной, чтобы и товарищи параноики, о которых мы чуть раньше говорили, не взволновались. Для них я, у меня есть специально такое сообщение. Я вот недавно выступал с докладом на крупной индексовой конференции, где-то Новый Конференс была 1 октября. Я там как раз об этом рассказывал, что для крупных игроков, когда у них есть какая-то большая база пользователей, люди становятся безличными. То есть можно не волноваться, что Google, Яндекс, даже вот Альтергео или Форскуэр или еще кто-нибудь знает о вас много разной информации, включая местоположение. Для этого крупного игрока конкретно, как бы это обидно не звучало, но вы не человек, а айдишник. Ему все равно, как вас зовут, какой у вас паспорт, ему важно, что вы айдишник такой, а свойства у него такие. Хорошо, телефон прямого эфира 495, это код города 6510996, сайт Finam.fm, продолжаем. И у меня вопрос по поводу KPI, то есть неких показателей, которые вы хотите достичь, допустим, какому-то времени, допустим, за следующий год. Александр, у вас есть такие KPI в Альтергео? Да, безусловно, у нас основным KPI является аудитория, это количество установок, количество ежемесячных запусков. Ну и нам бы, конечно, хотелось за следующий год ее как минимум удвоить, а лучше бы и вообще выйти на другие рынки. Сто процентов просто, да. Ну, я считаю, что это вполне возможно, потому что мы сейчас запускаем, мы, собственно, работаем над расширением аудитории, да, и мы понимаем, что чекины интересны далеко не всем. За то, вот то, о чем говорил Артем, да, рекомендации сервисов, ну пусть не PUSH, да, но там это специальное приложение, но которое может, в частности, и PUSH отправлять. Мы разработали механизм коллаборативной фильтрации на уже там огромном количестве данных, которые есть у Альтергео, и вот у нас сейчас на сабмите в App Store новое приложение еще одно. Вы сложные слова говорите. Прошу прощения, да. Ну, в общем, мы отправили приложение, оно уже готово, и скоро оно станет доступно, когда точно мы не знаем, потому что зависит не от нас, а от Apple. Это пока что будет iPhone-приложение, оно называется Gwidi, это в переводе с эсперанто значит гид. И основной фокус его — это рекомендация места. Это такая штука, которую человек может открыть и увидеть вот прямо отсортированный список мест, в которые ему вот в этом вот районе можно сходить. Эти рекомендации основаны на том, что человеку действительно понравится. Это, в свою очередь, основано на том, что нравится тем людям, которые на него похожи. Ну, понятно. Ну, вот вся эта математика достаточно интересная. Хорошо. Артем, а у вас что хотят мобильные Яндекс-карты получить? Какие KPI ставите перед собой? Ну, не то, что будет неправильно сказать, что мы перестали смотреть на рост аудитории. Мы, конечно, туда смотрим, но это не самоцелено, потому что, ну, окей, набрали мы там 10 миллионов, 20 миллионов, и что с этой аудиторией делать? Солите ее. Вот, ну, то есть мы, конечно, счастье по этим 20 миллионам каким-то образом доставили. Потому что, наверное, счастье доставляете клиентам бит, как бы, а потом берете деньги с компаний, которые хотят как-то достучаться до этих клиентов. То есть это модель, там, Google, модель Яндекса. Ну, да. Ну, то есть, как бы, тут, скорее всего, наш KPI — это подготовить хороший ответ. Он нужен не только для пользователей, но, то есть хороший ответ, я имею в виду, хороший навигационный ответ, когда вы спрашиваете, как проехать, какие пробки построить маршрут. Хороший поисковый ответ, когда вы спрашиваете… Ну, как это измерить, это хорошее или не хорошее. …найдение географии и так далее. Ну, у нас есть тесты, метрики, замеры и так далее. Измеряется это не очень сложно, так же, как и рекомендации. Бонус-то когда дадут, когда что? Человек увидел и кликнул. Человек увидел, кликнул и сходил. Ага, все, мы это знаем. Сейчас, да расскажи. Ну, то есть, есть там метрики полноты, там, наших баз, там, точности и так далее. Поиска скорости работы, в конце концов. Хорошо, коллеги, у нас уже почти заканчивается время буквально в двух словах. Да, в двух словах смысл в том, чтобы этот ответ предоставить не только пользователям через карты, но и, например, когда люди действительно придут в мобильный поиск, 30% людей спрашивают про какую-то географию, чтобы наш мобильный поиск Яндекса мог про географию отвечать и переводить за подробностями в Яндекс.Карты. То есть, это такая построенная, взаимосвязанная большая система. Хорошо, это был Артем Логинов, руководитель мобильных Яндекс.Карт. Также у нас был Александр Доржиев, сооснователь геосоциального сервиса Альтергео. Господа, спасибо, что пришли, но мы немножко больше, как я надеюсь, осветили тему геосоциальных сервисов, поняли, что есть два мнения. Есть мнение Артема, что, в общем-то, не очень перспективно на этом пока что делать бизнес, и мнение Александра, который делает и который, естественно, считает, что это вполне перспективно. Ну, как всегда, у нас плюрализм мнений в программе «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Георгий Вербицкий. Буквально небольшой анонсик. Программа «Сухой остаток» начнется очень скоро. Тема обычная. Мировая экономика. Замедление китайской экономики. Куе. То есть, количество освещения 3. И валютные войны. Итак, это был «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Делайте деньги с удовольствием. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует.